В управлении Федеральной налоговой службы по Тверской области подведены итоги декларационной кампании по НДФЛ текущего года. В ведомство поступило почти 81 тысяча деклараций за 2023 год. Это на 3 тысячи меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с увеличением количества заявлений на получение налогового вычета в упрощенном порядке. Другие подробности и статистики налоговиков вы узнаете из нашего сюжета. Согласно представленным декларациям, общая сумма налога на доходы физических лиц составила 858 миллионов рублей. Срок уплаты истекает 15 июля текущего года. Прямо с 16 числа за каждый календарный день просрочки будут начисляться пени в размере 1,03 ставки рефинансирования Центробанка. Для того, чтобы оплатить данный налог без штрафных санкций, необходимо воспользоваться либо личным кабинетом налогоплательщика, пополнив ЕНС, либо с помощью нашего официального сервиса уплата налогов и пошлин. В данном сервисе можно заплатить не только за себя налог на доходы физических лиц, но и за третье лицо. Что касается вычетов, то на сегодня получены почти 74 тысячи деклараций. Сумма, подлежащая возврату, составила более 2 миллиардов 100 миллионов рублей. Декларации можно представить в любое время в течение всего года. При этом, что касается социальных вычетов, то здесь есть изменения. С нынешнего года повысился их размер. Ранее он составлял 120 тысяч рублей. Что туда входило? Это собственное обучение, лечение, приобретение медикаментов, физкультурно-оздоровительные услуги и так далее. Сейчас эта сумма 120 тысяч увеличилась до 150 тысяч. То есть максимально налогоплательщик может вернуть 19 500 рублей. Что касается других новостей, то в этом году ФНС впервые начислит НДФЛ получателям дохода по банковским вкладам. Это коснется тех, кто открывал их в прошлом году и получил проценты, превышающие необлагаемую налогом сумму в 150 тысяч рублей. Стоит отметить, что это касается прибыли не с одного, а со всех депозитов гражданина. Так что схема с дроблением бизнеса, а в данном случае накоплений, здесь не пройдет.